Считали 150 километров, туда 150 и обратно, 300 километров, по 70 рублей, 21 тысячу. Все, договорились. Как только трактор подошел, мы отдаем 21 за доставку сюда. Ну все, я буду теперь, говорится, колотить во все барабаны. Люди на меня смотрят, как знаете, как на афериста и карьериста. Ну где такие деньги? У меня пенсия 6523 рубля за 35 лет стажа. Мне нигде же не давали работать. Ну, брак к государству. И только во внедерственной охране, железнодорожного региона, где я жил, нигде больше не принимали. Вот времена хорошие были. А кто начальником был? В каких годах это? Я последний раз освободился в 86-м. А в 86-м? И сразу туда устроились? Больше нигде не принимали. Там, по-моему, не Федор был начальником охраны, не помните? Нет, сейчас я не знаю, кто начальник там был. Я знаю только политотдел, был Власов Виктор Сергеевич. Почему я его хорошо помню? Он устраивал мне встречи со всем персоналом милиции, а мне еще больше надо. Я у них выступал, кажется, раз в месяц или раз в неделю, сейчас уже не могу сказать. А он потом стал полномочным представителем президента. Ну, хороший человек, просто хороший. И у меня за руку буквально водил, я не знаю, около, ну, больше 10-ти, чуть не 18 лет, а предприятия. Обзвонил, прошел начальник Вен, Евгений, майор, прямо. Устроил всех преступников, кто вернулся. Меня не можете где устроить. Нельзя. Ну, КГБ дало указание и выматывали. Это у нас лагерь? Это наш лагерь. Вот нынче вот здесь вот машина полицейская, трое суток меняли вахту, никуда не уходили. Дежурили, дежурили. Батюшка пришел и говорит, а вы что дежурите, в лагере никого нету. Ну, дали указание, дежурим. Ну, кого охраняйте-то, никого нету. И что вам нужно? Адреса детей. А по адресам бомбят родителей. А к родителям приходится списка моих преступлений. Подпишите. А подписали, это уже, значит, это серьезное дело. У вас что-то тут у Павла здесь нет? Да, Костя. Алло, Кость. Ну, ты где?